Два взвода потеряны. Никто не знает, где они находятся и что с ними. Из 501 человека вернулись всего около 130 мужчин. Родственники российских мобилизованных из всех уголков России продолжают записывать жалобные обращения к Путину и Шойгу, в которых рассказывают, что их родных в Украине гонят в заведомо смертельные штурмы и без жалости истребляют. Количество таких обращений уже столь велико, что их просто невозможно сосчитать. Буквально на днях новое такое видео записали женщины из Хакасии, Алтайского края, Кузбасса. Они сообщили, что мобилизованные из их регионов понесли в Украине огромные потери и потребовали от Путина, чтобы он забрал их мужчин с фронта. Мы обращаемся к президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину и министру обороны Шойгу Сергею. Мы матери, жены, отцы и родственников мобилизованных из республики Хакасии, Алтайского края и Кемеровской области. Наши мужчины были мобилизованы и направлены на полигоны города Омска. Обучение проводилось формально. За два месяца нахождения на полигоне оружие в руки они брали только для того, чтобы почистить. По словам женщин, никакого обучения, мобилизованные из России, не проходили. Их просто послали на фронт и там без всякой подготовки стали отправлять на штурмы. 10 апреля 2023 года их перевели в пункт временной дислокации в ДНР на базу 60-ю ОДШБР ветераны. Не подготовленные должным образом, не обученные, мобилизованные, выполняли задачи специальных подразделений без поддержки тяжелого вооружения, с автоматами на танк, говоря простым языком. Ну все правильно, как деды в 41-м. Вы же сами все время кричали, что можете повторить. Ну вот и повторили. Не понимаю, чем они недовольны? Парни, вернувшиеся на базу, говорят, что они вышли из ада. Контузия практически у всех. Раненых и погибших очень много. Через несколько дней парней снова хотят закинуть на штурм. Что примечательно, 60-е ОДШБР ветераны отчитываются только о потерях своего подразделения. Наших мобилизованных мужчины не берут в расчет вообще. Из 501 человека вернулись всего около 130 мужчин. А по данным ветеранов, потерь нет. Два взвода потеряны. Никто не знает, где они находятся и что с ними. Ну разве это потери? Подумаешь, два взвода не вернулись. Подумаешь, из 500 человек осталось 130. Для российской армии это не потери, а пустяки. Перед отправкой парни окружили с автоматами ветераны. Мужчины не смогли отстоять и их увезли в неизвестном направлении. Также, со слов ветеранов, наши мобилизованные парни были купленными ими за 25 тысяч рублей за голову. Поэтому они имеют право отправлять их, куда им вздумается. Куплены по 25 тысяч рублей за голову. Если бы это не рассказывали российские женщины, я бы решил, что это какой-то фейк. Но им же нет смысла врать и дискредитировать свою армию. Ради интереса я погуглил, сколько в России стоит барашек. Так нашлись экземпляры и подороже 25 тысяч рублей. Вот, например, за 35 тысяч. Это на целые 10 тысяч рублей дороже российского военного. После объявления мобилизации министр обороны давал комментарии о том, что никто из тех, кого сейчас призывают, для линии фронта не предназначен. Они не идут воевать. А, ну раз министр обороны обещал, что не пойдут воевать, значит точно какая-то ошибка. Ну не мог же Шойгу наврать. Просто, знаете, не разобрались и случайно так положили несколько взводов под Бахмутом. Никто, кроме контрактников, воевать не должен. Больше всего мне нравится, что они не требуют остановить войну в принципе. Они просто хотят, чтобы вместо них воевал и погибал кто-то другой. Но так не бывает. Те же самые контрактники имеют свойство заканчиваться. И именно это произошло в России. Там контрактники стали заканчиваться еще в прошлом году. Там половину их еще под Киевом положили. И пополнять запасы пушечного мяса пришлось за счет простых мужиков. То есть за счет мужей, сыновей вот таких вот женщин. Возможно, они не могут этого осознать. Но есть на самом деле только единственный способ все это по-настоящему прекратить. Для этого вы должны просто оставить нас в покое и уйти из нашей страны. Просто уйдите из Украины. Занимайтесь своими делами в России. Дайте нам спокойно жить. И тогда все закончится. И тогда никто не будет погибать. Убедительно просим вашей помощи. Как можно скорее. Жизнь наших детей, родных, идет на минуты. Да, просить помощи у тех, кто отправил ваших родных на эту бойню, это же очень логично. Сейчас они посмотрят и точно помогут. Повторюсь, еще раз, единственный способ остановить вот эту бойню, спасти жизни этих мобилизованных людей, это просто вывести российские войска из Украины и прекратить эту преступную захватническую войну. Все, другого способа остановить это не существует. Ну понятно же, что это никому не надо. Ну раз вот в России эти все женщины ноют, стонут, просят их мужчин забрать, понятно, что им это не нужно. Нам в Украине это тем более не нужно. Нужно это по сути только психически больному Путину и горстки людоедов, которых он там прикармливает и которые на этой войне зарабатывают. Очевидно, что даже простым жителям России это все точно не надо. Они от этого точно ничего не получат, кроме каких-то проблем и кучи какой-то головной боли. Понятно, что Украина не собирается нападать на Россию, мы никому не угрожаем. Украинские военные точно не придут там на Кузбасс, на Алтай, в эту Хакасию, откуда они там еще эти обращения записывают. Но понятно, что это абсурд. Зачем страдать, мучиться, ныть, хныкать и продолжать то, что вы сейчас делаете. Просто заберите свои войска из Украины, просто остановите эту войну и никто не будет погибать. Вы будете жить у себя, спокойно заниматься своими делами, мы будем жить у себя, никто не будет никого трогать. По-моему, ну проще и нагляднее, уже никак невозможно это объяснить. У нас генерал зарабатывает меньше, чем хозяин ларька. Может быть, это намеренная была такая диверсия, чтобы устроить отрицательный отбор? На российском телевидении случилось что-то странное. Главная пропагандистка Маргарита Симоньян внезапно прозрела. Она обнаружила, что генерал в России зарабатывает меньше, чем владелец цветочного ларька, а во второй армии мира происходит отрицательный отбор. Такую ситуацию Симоньян назвала целенаправленной диверсией, то есть фактически обвинила Путина в развале армии. Никогда в российской истории люди в погонах не оценивались так дешево. У нас генерал зарабатывает меньше, чем хозяин ларька, а его полковник зарабатывает меньше, чем продавщица в этом ларьке. Подписывайтесь на канал и не пропускайте новые видео. Пишите комментарии и делитесь с друзьями. Мы также будем благодарны за поддержку нашей работы на Patreon или других сручных платформах. Реквизиты в описании к видео. Продолжение следует...